Дом ребенка в Тирасполе. Здесь воспитываются, получают лечение и социальную реабилитацию дети с рождения до трех лет. Тех, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, оставляют здесь до семи лет. И, конечно, каждый ребенок, который живет в этом доме, он хочет маму. Это, наверное, единственное, чего им здесь не хватает, потому что все остальное у этих детей есть. Да. Да. Алисенька, возьми трубку, может, нам кто-нибудь там звонит по телефону. Мама. Мама. Здесь живут мальчики и девочки, которые остались без родительской опеки. Сироты, отказники, дети тех, кого лишили родительских прав, а также малыши, чьи мамы и папы, попав в сложную жизненную ситуацию, на время определили их в дом ребенка. Детей в учреждении много, но не всех детей можно на сегодняшний день отдать в семью, потому что есть дети, у которых родители оставили по заявлению. То есть на какой-то определенный период, в течение которого они должны наладить свою жизнь, создать соответствующие условия, чтобы забрать обратно этого ребенка. Есть дети, которые там, дело в суде, например, еще длится этот судебный процесс, неизвестно маму, лишат родительских прав, либо вернут ей обратно. И поэтому вот это больше такие юридические моменты, которые занимают, к сожалению, много времени. Теплая и мягкая ладошка. Покажите свои ладошки. Поглашу я друга ладошки немножко. Вы мои. Поглашу я друга ладошки немножко. Возьмемся за ручки. Нам хорошо, когда мы вместе рядом. Все это время с детьми работают специалисты. Вот, к примеру, занятия с психологом. Девочкам чуть больше двух лет, мальчишка постарше. Занимаются с удовольствием. Стараешься ко всем относиться одинаково. Естественно, нужно держать дистанцию, потому что и сама привыкаешь. И в любом случае ты выбираешь себе одного человека, но это очень сложно. И ты стараешься всем максимально дать какую-то любовь, какую-то защиту, какие-то вот эмоции. Ты начинаешь понимать, что в любом случае ты всех не заберешь. И, наверное, лучше вот здесь, каждый день, со всеми. Это вот, наверное, моя обязанность, так скажем, давать здесь эту любовь. Я могу большим детям дать, чем одного, допустим, забрать домой. Жизнь детей в доме ребенка максимально приближена к жизни в семье. Александра Котик – учитель-дефектолог. Работает тут 10 лет. Говорит, в доме ребенка задерживаются только те, кто любит детей и готов дарить им свое тепло. Каждому малышу индивидуальный подход. Многие не выдерживают эмоционально это все, потому что это сложно. Здесь много детей у нас. И дать всем эту любовь, которую они хотят. Мы же всех где-то обнимаем, целуем. Это постоянно все проходит. Это каждый день, каждый час, каждую минуту они требуют этого внимания. Как обычные дети, домашние мы называем, домашние наши дети. Они все чувствуют. Вы знаете, мне недавно задали такой вопрос, а правда ли, что эти дети не плачут? Я успокоилась и говорю, вы знаете, наши дети такие же самые, эмоциональные, капризные. Они смеются, плачут, кричат, недовольны каким-то действием или поступком. Все то же самое. Мы не отличаемся от других. Мы точно такие же, как все. Работа всего коллектива нацелена на то, чтобы как можно больше оставшихся без родителей малышей обрели семью. Постепенно, да, в течение года, конечно, мы деток отдаем. И статистика неплохая. Даже за прошлый год мы отдали много деток в семью и отдавали двоих детей. Были случаи, когда и трое детей уходили в семью. Бывают просто часто, когда приходят родители, вот еще не видят ребенка, и ребенок их не видит. А он пока сидит у тебя в кабинете, ты видишь, насколько этот ребенок похож на кого-то из родителей. Даже не обязательно это всегда внешне, по темпераменту, по характеру. Видно, что это вот 100% это их ребенок. В республиканском специализированном доме ребенка десятки детей, которые каждый день ждут маму и папу. Присмотритесь, возможно, тут и ваша судьба.